Я их звал, они не шли. Что, слабо? Начните со своим не доверять. И не своим не доверяйтесь. Я хочу сказать, что сегодня было занятие, наконец, именно то христианское занятие, которое давно присутствует каждый раз. А не разборы, грязного белья и прочего. Я дочь Устинова, Валентины и Владимира. 12 лет я была в общине, потому что я вышла замуж за члена их общины. Рассказать, что было плохого, а что хорошего, это, конечно, долго. Сегодня мы здесь собрались лишь для того, чтобы рассказать о рядах событиях, которые Игнатий Кихнович часто упоминает. Это наша сегодня основная задача. Игнатию Кихновичу трудно, либо что объяснить. Он все равно исправит, перескажет в другом виде на свой лад. Хочу обратить внимание зрителей. За то время, особенно когда появилась камера, игрушка Игнатия Кихновича, словарный запас его зрителей и наших намного повысился. Я многих слов просто в жизни своей сорокалетней не знала. Наша семья никогда не наступала перед зрителями. Вот лично я, я никогда 12 лет была в общине, я никогда рта не открывала. Сегодня я имею возможность, может, первый, последний раз, и больше желания этого не буду иметь. Значит, слова Игнатия Кихновича. Уважаю своих зрителей, все им открываю, он говорит. Вот такой он у нас. Он все открывает, все и вся. Мы тоже сегодня вышли прямо и открыто выступить. О нашем родном дяде. Кстати, у меня, у моих родных братьев 13, подчеркиваю, 13 родных дядей. Он один из них. В нашей родне мы выдали двух племянниц, то есть последние свадьбы. Наши свадьбы всегда очень интересные, душевные, красивые. Отсюда и большой интерес и любопытствующие. Но всегда хочется спросить, а почему наши истории настолько интересуют зрителей? Ведь каждый может, любопытствующий, показать, если он, конечно, захочет, свои мероприятия. Покажите, вышли к Игнатию Кихновичу какое-либо свое семейное мероприятие, любое. Но, в ответ простой, показать им нечего. Но зависть, злоба, пересуды, это все то, чем эти люди питаются, сидящие на канале Игнатия Кихновича. Покажите Игнатию Кихновичу, как вы выдаёте дочерей замуж, как вы жените сыновей. Никто не покажет. Но почему мы должны, наша семья, почему мы должны обозревать на весь мир наши семейные, личные мероприятия, я не могу понять, честно. Как они себя вели, я же ничего теперь не могу сказать. Мы выслали, кстати, и фотографии, и видео, двух свадьб, всех, и за рубеж, и по России, всем друзьям, знакомым, родным, кому была искренно расположена друзья, наше отношение. Теперь о себе. В одном из таких роликов Игнатий Кихнович открыто заявляет, Ну вот она осеменилась. Что я была, когда в общине. Он говорит, ну вот, она осеменилась, старобрядка. Теперь свободно уходит обратно, не смотрит ни на что, что детей с собой схватила. Так она замуж вышла, ни коня, ни ничего. Старобрядка. Ну вот она осеменилась, несколько рыбачек принесла, теперь всё, теперь свободно уходит обратно. Не смотрит ни на что, что детей с собой схватила. Так говорит человек, который сам не оставил после себя семя. Ну вот она остеменилась. И вообще у Ламкиных из 10 детей, их 5 сыновей, только у одного старшего, у Сумуила, есть сын, и у того сына. Более у них нет продолжителя рода. Это тоже непростое, я думаю, от Бога план. В этом что-то есть. Значит, Игнатий Тихонович прекрасно знает причину моего ухода. Ровно 10 лет назад, подчеркиваю, ровно 10 лет назад у нас состоялся с ним небольшой разговор. Я задала лишнюю несколько неудобных вопросов, от которых он стал кричать, трястись, и не последовало внятных ответов. После чего я обсудила с мужем, понимая, что ему, конечно, будет больно, что я уйду в Староградческую церковь, из которой я пришла, просто потому что вышла замуж. Мне вопрос Игнатий Тихонович. Игнатий Тихонович, осемениться от законного мужа, данного мне Богом, это грех? Ну вот она осеменилась. Получается, называя наших мужей подкаблучниками, выявились главные подкаблучники, что не смогли осемениться. Ну вот она осеменилась. При том, что в Виблии нет запрета, когда, находясь муж и жена в браке, именно в браке. Написано, плодитесь и размножайтесь. Нигде не скажут. Надо было тогда забирать монашескую жизнь. Вы со мной это делаете? Сережа, тебя сейчас не спрашивают. Брак – это Божье установление. Бытие 2.18.24. Евреям 13.4. Экклесиас 9.9. Но это я лишь так объясняю, что они хотели на себя нагнать больше святости с Надеждой Васильевной. Хотя мы сейчас уже не раз слышим от нее, как она говорит. А надо было жить как все и рожать детей. Это маме она часто говорит. Поэтому скажем внимание словами Игнатия Тихоновича. Игнатия Тихоновича – ноль дырка в семейной жизни. Далее, когда я ушла из общины, он говорит, что я ушла, и я как бы ему чего-то там не объяснила. А я вам почему должна была объяснять? У меня был духовный отъезд на то время. Я пришла к нему в его комнату, написала заявление об уходе, попросила прощения, за все поблагодарила. Вниз поклонилась, и мы остались по-доброму. А почему я должна вам объяснять? Что я хочу или как? А почему из меня должны делать какие-то ролики, надо мной издеваться? Муж все знал, я подчеркиваю, муж все знал. Он мне дает работу, в этом и есть заслуга его, как мужа, христианского. А я якобы схватила детей. Так они наши с мужем. Почему я схватила? Они наши с мужем. Я ни у кого не схватила. Что делает Игнатий в свою очередь? Игнатий Кириллович. Он заходит человека на ползуновах шесть, за печку, там есть такое у нас место. И он говорит этому человеку, уход вари на твоей совести. А у меня вопрос, а с чего вдруг? Ну с чего вдруг уход, вы этому человеку сделали уход? Уход на вашей совести? Скажу словами Игнатий Кирилловича, подчеркиваю. Потому что я ролики его не смотрела, исключительно это началось, когда вы со свадьбы как-то как-то. Ну вы все это посмотрите, что творится. Вы сказали в этом ролике свадьбу, что вы ели и не подавились. Ну было очень хорошо все. Хорошо, нормально, поели. Не застряло во рту еще, да? Ни у кого ничего не застряло. А теперь я хочу вас спросить, Игнатий Кириллович. Вы 10 лет ели и ни разу вам совесть не подсказала подойти к моему мужу, попросить прощения. Что через вас, как вы говорите, что я причинила ему боль. Но нет, не я причинила ему боль. А через вас ему причинили боль. Ели столько времени и вам ни разу совесть не подсказала. Значит, я находиться дальше в общине, конечно, уже не видела своего будущего, ни себя, ни детей. За что мне дети сейчас очень благодарны. Они говорят, мама, слава богу, что мы ушли в вот этом нежном возрасте, которых они сейчас не помнят, ни передряд, ни разборят. Они помнят только то, что мы в этой комнате занимались с ними словом Божиим, пили чай. И я рада, что они только это помнят. Вот эти крики, я вам хочу сказать зрителям, когда я была в общине еще до камня, таких криков, которые вот сейчас на, там, допустим, какие-то разборки, были похлеще, поверьте. Я была там. Орали так, разборки между собой братью устраивали, что это было, ну, без слез, в общем-то, я домой не уезжала. Я всегда плакала. Значит, по поводу того, что вы сказали, ровно 10 лет назад, было 40 лет наших родителей совместной жизни, и почему вы назвали папой антихристом. Я объясняю для зрителей, чтобы найти технику, у него там своя версия. Когда мы собрались, все дети, родные, мы не имеем возможности жить все рядом. У всех работы, занятость, время ограничено. Мы приехали все на один день, два, чтобы доехать, отпраздновать и уехать. Ну что, на работу надо все. Игнатий Кипович увидел, что стоят пустые три машины, прибегает, пробует. А чего вы сейчас-то уже года три или два ездили на пробу? Ну, ездите дальше. Все, закончилось слишком. Папа правильно сказал, что нет, мы сейчас не можем поехать. Мы приехали, мы дети. Да мы бы и не поехали. Вы поймите, у нас был один день посвятить родителям. Но с чего мы должны были все бросить и поехать? Так как вы хотите вот именно сейчас, в сию минуту и в это время. Вот и объясняю. А для зрителей, для ваших, это очередные серии Санта-Барбара. Вот, они ждут, зрители, они им нравятся передряги, вязное белье чужое, особенно проростников. Вот. Вашим зрителям, особенно комментаторам, которых вы видите, в основной массе абсолютно видно, что они просто абсолютно неверующие люди в Бога. Как они пишут комментарии. Я прочитала там ряд, и думаю, да, там два-три комментарии, некоторые сразу, вы сразу удаляете. Когда один человек написал, сколько смотрю роликов на занятиях, и не вижу радостных лиц. Бац, удалили, все, нет, и в это раз. Вот. Ну, Игнатия Кихночу нужен драйв. А написано в псалме, всяк человек ложь, всяк человек ложь, читаем в псалме. Но зритель не знает объективной ситуации, строчит комментарий, защиту и жалея Игнатия Кихноча. Приезжайте, пожалейте его, научите его слову, любовь, сострадание, милосердие. Опускаться до грязного белья наша семья никогда не занималась и не выносила про Игнатия Кихноча. Но чем этот старец с большим удовольствием занимается? Мы никогда не поднимали его заслуги. Вот почему родственникам известно намного больше, чем сидящим по ту сторону и краю людям. В детстве мы все это проводили в лагере. Это я хочу из-за разряда сказать того, что, как тут Давид сказал, то, что доброе мы будем помнить. Вы нам сказали переписать псалты вручную, мы от руки предписали, вот, ну, не знаю, пятеро у нас или шесть, это точно переписали псалты вручную, это доброе, мы трудились, молились, были в лагере. Это то доброе, что мы будем помнить, вы поверьте. Вот эти те годы прекрасные, которые мы были в лагере, когда не было камер, когда и вы были еще в другой. Понимаете, мы вас с такими глазами смотрели, с таким огромным уважением и любовью, вы поймите, это да. Но признавание Игнатия Кихноча вышло наружу и остановить его сможет только Бог. В нашей семье настолько всегда относились к вам с уважением, это благодаря нашим родителям. Нам даже было нельзя слово сказать про вас плохое, ну, потому что мы реально просто боялись вас, ну, реально это было. Мы хоть раз когда-нибудь оскорбляли вас такими позорными словами, как вы сейчас проповедник, такими словами обсываете. Покажите вы одного, чтобы он не был придурком. Что, слабо? Ну, вы же проповедник. Сосете, как грубый, лживый, поносный, духоносный, в кавычках, попенок. Я тут раз про вас что-то уйдя рассказала плохое где-то, что-то про вас плохое говорила. Я про вас ролики снимала, кто с кем осеменился. Ну, вот она осеменилась. Адаму и Еве было достаточно сделать один грех, чтобы быть изгнанным Израилем. Но ваши слова заявляемы на весь мир о вашей непогрешимости. Ну, тут уж, как говорится, что говорить? Папа, мисс. Я хочу сказать, когда мне было 15-16 лет здесь, в деревне, еще была живая ваша мать, наша, моя бабушка моя, вы приходили с одной девицей. Всем знаю, вы мне много лет играли в любовь. Так вот, она говорила, Игнати, Игнати, что ты делаешь? Как тебе не стыдно, что ты ходишь с ней вместе? При живой жене. При живой жене, законной жене. А я сидела на печке, я сидела, думала, Боже мой, ну как же, мать его не может ничего ему сказать. Но кто вы-то такие? И вы это-то, вы не стыдились этого, вы не стыдились. А я скажу, все лишены, все согрешены и лишены славы Божьей. Римлянам 3.23, Псалом 31.2, Псалом 4.5. Но это не можно человеку сказать, потому что ему гордость не позволяет. Ну, про то, что про экспертов значения психопатической личности, это все писали эксперты. Не мы, эксперты, по подчеркиваю, которые давали характеристику Игнатию Кириновичу. Но мы в одночасье стали нашей семье людьми, врагами, зверями. У Игнатия Кириновича особое есть хобби, судиться с родными и неродными. Он не верит в суд Божий, ему надо суд человеческий. Игнатий Киринович, внимание, подчеркиваю, говорил, и такое для новопрещаемых. Я хочу знать не только ваши дела, но и внимание, но и ваши мысли. Кто плохо подумал, есть еще момент, сделать шаг назад, снять одежду и отойти. Вот сейчас еще какие-то секунды остаются вам. Дальше уже вы будете как предатели Иуды, если не будете посещать храм и будете поступать по обычаям мира. Все мирское, о чем я говорил, если еще не выбросили, его не должны уничтожить. Вы это обещали и должны это сделать. И никогда к мерзкому, к сатанинскому не прикасаться. Это обещание вы засвидетельствовали фактически перед озарем. Пусть Господь вас благословит. И в дальнейшем мне хотелось иметь контроль над вашими мыслями и чувствами, чтобы вы приходили и говорили, правильно или неправильно делайте, поступайте, думайте. И в дальнейшем мне хотелось иметь контроль над вашими мыслями и чувствами. Мне хотелось иметь контроль над вашими мыслями. Такие громкие заявления говорил я как и человек в мире Святого Духа. Читаю. Псалом 93.11. Притчи 23.7. Второзаконие 31.21. Он хотел знать даже мысли человеческие. Нет, есть такой человек, близкий мне родой, который мне в этом складе, после которого меня вот так стрясло. Игнатий Тихонович, по мосе на протяжении многих лет наших родителей, которые прожили в этом году 50 браков, христианского брака, подчеркиваю, вырастили семерых детей, проявляя евангельскую любовь, терпение, милосердие к нам, грешным детям, еще пытающихся жить и учащихся жить по Слову Божию. Низкий им поклон родителям нашим. Низкий поклон. Папа и мама. Спасибо. Спасибо Христос вас. Я хочу сказать, когда я услышала слова, что мои родители являются суррогатным отец, и предполагаю, мама, я когда услышала на роликах, на ваших... Алешин как бы отец, как бы отец суррогатный. Вот так. Сестра моя, то есть Алешина мама, как предполагаемая. У меня первая мысль возникла. Почему так человек, как так человек может говорить, проповедник, христианин? Мне возникли, я сказала мужу сразу, здесь только два. Либо человек, зная на сто процентов уже, что он там, нам брат Алексея Яковлевна родной, либо вы больны, третьего не дано. Либо вы больны, заявляя на весь мир, на весь мир, на большой экран. Пороча сестру честь, просто нам, детям это заявляет. Даже, как сказать, в нас селите семя сомнений. А вдруг он правда не наш? Хотя я понимаю, даже если он был бы не наш, мы бы, для нас ничего бы не изменилось, поверьте, мы бы его любили, потому что он самый ласковый брат, самый, ну, нежный брат у нас всегда. Даже мама может сказать. Позвольте мне только сестру. И в мать еще, и в мать еще, и в мать. Вот вы нам на вас говорите, интернет это сотружество. Я хочу сказать, что интернет это не сотружество. Это собрание одиноких людей, даже которые семейные. Им просто заняться нечем. Им нужно, смотри, грязное белье, что-то другое. Да вы займитесь своими женами, мужьями. Сходите в лес, займитесь детьми, путешествуйте, приглашайте друг друга в гости, к родным ездите. Какое это сотружество, дорогие мои? Потому что люди сидящие, им просто самим нечего показать. Им нечего рассказать не о мужьях, не о женах, не о детях, не о внуках. Ну, нечего, пустота. Ну, поймите, вот, нас вчера собрался уже почти 50 лет. Просто родные, родные так Бог сделал, так многочисленный наш род сделал Бог. Не мы, не наша заслуга. Но грех осуждения, внимание, для всех зрителей, но грех осуждения на всех людях, которые этим занимаются, смотря эти ролики и осуждая нас или кого-либо, кого-либо. Но Игнатий Тихонович будет до бессилия отрицать, что он теперь, якобы, не так сказал, что мы не так поняли. Он не то имел в виду. Он будет это делать. Это точно. Еще хотелось бы добавить, что для Игнатия Тихоновича дети, семья, это ничто. Семья абсолютно для него непонятные вещи. Сколько малых подростков уходит и ушло из общины еще и премьер и после. Душа у него за них не болит. За него главное, носят ли они бору, а такой ли длины юб, как раз это ли ногти, все, больше ничего. Даже вы взяли, Владея берете. Но это взяли, они построились. Дети-тонкие психологи, вам самому известно, они построились, пока что дядя строги рядом. Уехали домой, и все, как говорится, песня кончилась. А еще одна таких, на читах есть. Ну распалась семья. Так вот еще посоветуйте жене, чтобы она оставила муж за его грех. Ему все равно. И она могла бы оставить это молодая, когда-то там лет 15 назад, но нет, она сохранили. Понимаете, для вас распала семья, не распала. Да какая разница? Вот вы, вы зрители, вы где увидите у проповедников плавно переходящие на личности проповеди? Где? Яров Песть, Андрей Ткачев, Спирнов, другие. Чего с избытком хватает на канале Великого Сибириуса от этих, от экспертов. У них поконяние и Христос, и все. А у вас о чем ролики? Разбор полетов и грязного петля роды? У вас обо всем. Опустились до нижних импульсов. А не сказать на проповедях и на собраниях оскоробряться, даже вот имеет брат, а как у них там? А у них есть макияж, как сидит одного испытывателя племянника. Это настолько они запуганные маме. То есть племянник уже придя в наш храм и следит, а есть у них макияж? А как она там чем-нибудь? Ну ты-то был хоть раз о старобряце. Вот он говорит Игнатию, что он 65-го года как расстался с до старобряцами. Но посмотрите, сегодня 2020 год. Он до сих пор не может успокоиться, ему покоя не дает, потому что свой нераскаяний грех, он постоянно его вот это дребедит. Он не может. Ну почему вы не можете простить? За что? Кто вас обидел? Когда? Я уже 10 лет нахожусь в Барнаульской общине отца Никола. Ну я ни разу не слышала. Я вам вот Христову Богу говорю, чтобы они хоть раз про МП что-то сказали плохое, чтобы они хоть что-то про вас плохое сказали. Или меня хоть кто-то за 10 лет сказал бы, а вот ты такая неконьянка пришла старобряться. Но меня никто ни об этом ни разу не обличил. Вы понимаете? Вы зачем это сочиняете на камеру? Главное Игнатия Кихеновича следить, отслеживать, если надо убрать, уничтожить негодных ему людей. А ваши агенды доложат и в суд приговор вынесут. Я хочу сказать, что Игнатий Кихенович на самом деле очень одинокий человек. Себе любится. А почему бы эту старость Игнатий Кихенович убеленную не доживать в мире покоя, покаяния, в молитве, не жить домыслами, догадками, ложью, а в кровисти, совести, чтобы люди сами приходили к вам с вопросами, а не выносить грязное белье каких-то это. Где ваше высокое звание христианина? Где? Вот будьте страшный суд, мы все же знаем, что будет страшный суд. Вот Господь там у нас еще всех и вас просит, и нас просит. Вот знаете, если вы делами своими хвалитесь, добрыми, но есть такая поковарка, она мирская, добрыми делами творят тихо, остальное театр. И последнее еще немножко хочу сказать. Когда ваша община будет рушиться, она будет, поверьте, там не будет ЦМВ, протестантов, католиков, там не будет тем более старобряться. Там будут люди, спорные в армию. Я рада, я честно скажу, я рада, что мои деды, наши родители, старобрятся христиане, что лучшее, что есть, они вложили в нас. И мы отпроски нашей бабы Марии, его матери, которая была старобрядка. И последнее, венец стариков сыновья сыновей, и слава детей, родителей их. И еще хочу сказать, последнее, вообще последнее. Христианин это разум, через который думает Христос, сердце, через которое любит Христос, голос, через который говорит Христос, и рука, через которую помогает Христос. Августин Блаженний. Ну как же вы проповедник, говоря такие позорные, мерзкие слова, блевотина, там осеменилась и прочее, прочее. Ну как? Ну вот она осеменилась, а это все его моща с блевотиной перемешанная. Покажите вы одного, чтобы он не был придурком. Сосете как... Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Первое, Калинфином, 10-12. И на мысли не всегда бывает хорошо, и разбойники бывают согласны, златоуст. Не всегда хорошо согласие, бывают случаи, когда хорошо, и разделение. Феофилак Болгарский, 6-128. Человек, считающий себя самодостаточным в дьявольской ловушке от тот, кто мнит себя высокодуховным и вовсе осознанно или нет пособник, прямой пособник сатаны. Серафим Роуз. Если человек не видит своих грехов, это не значит, что их нет у него. Это значит, что человек не только во грехах, но еще в духовной слепоте и в уме в них оморобьев. Аминь. Если мне будете искать замену, вы не найдете, ее нет замены, я один. У меня не просто уникальность, а на столетие такого никто не делал и так не вел себя, то, что делаю я. Потому что я Господень, я призванный Богом от детских лет. То, что делаю я. Потому что я Господень, я призванный Богом. Если мне будете искать замену, вы не найдете ее нет замены, я один. У меня не просто уникальность, а на столетие такого никто не делал и так не вел себя, то, что делаю я. Потому что я Господень, то, что делаю я. Что я Господень, я призванный Богом. То, что делаю я. То, что делаю я. У меня не просто уникальность, а на столетие такого никто не делал и так не вел себя, то, что делаю я. Субтитры создавал DimaTorzok